Всем привет, дорогие зрители! Сегодня нестандартный такой выпуск, можно так сказать. Вообще, как говорится, я привык рассказывать про IT и прочие вещи, но сегодня будет, во-первых, даже не рассказ о видео, как вы видите. И будем мы рассматривать такую вещь, как велосипед. В чем основная задача этого всего видео? Итак, захотелось я приобрести велосипед, и основная его задача была, как говорится, перенос моего брендного тела на работу и назад. И, скажем так, я профан в этом деле, поэтому была выбрана вот подобная модель, на которой, как ни печально, никакого обзора нет. Сразу сообщу, что я вообще профан полный велосипед, поэтому не могу какими-то терминами особенно ругаться. Ну, давайте рассмотрим, что же это. Значит, велосипед называется Big Fish. Люди пошли. Велосипед называется Big Fish Line. Есть еще Big Fish Wave, волна. Он бывает разных комплектаций, разных расцветок. Есть черный, белый и, в данном случае, оранжевый. Что у него интересного? Самое главное, что обладает этот велосипед, это он спорный, складной. То есть, я уже экспериментировал с ним, что его можно спокойно собрать и взять с собой или в маршрутку, или в метро. Это особых проблем. Как он у себя работает? Убираем подставку и начинаем собирать. Раз. Два. Тут отщелкиваем. Две кнопки. И убираем сферу. Ну и дополнительно, чтобы педали не мешались, они тоже загибаются. Вот в такую конструкцию собирается велосипед, который можно перемещать. А при том, что, еще представляешь, Надя, что у нас дом без подвала, без щельбота. Давайте поближе. Велосипед весит где-то 12,5 килограмма. Выдерживает наездника с совсем полезным грузом или неполезным, что с ним идет, до 115 килограмм. То есть, такая кабанюра, как я, в центнер, успешно на нем катается. Вот. Собирается он, понятное дело, в обратную сторону. То есть, схема такая же сборка. Тут достаточно интересный механизм. То есть, вот тут, если... Ну, то есть, вот мы педали уберем, поставим. Опа! И вот, если глянуть, тут идет вот такая вещь. Она оттягивается. Вот. И потом поднимается и защелкивается. Все. То есть, вот так работает весь этот механизм. Что у нас еще идет? Идет вилка трехскоростная, с Shimano. Не знаю, хорошо это или плохо. Как я сказал, я профан. Скажем так, достаточно удобно. То есть, разгоняетесь, едете, переключается все стандартно. Вот. Мне хватает с головой. Что у нас еще тут? Так, сейчас сиденье не поднял. Вот сиденье надо поднять. Что, можно сказать, хороший оправосипед. Огромный плюс в том, что он складывается. И складывается нестандартно по сравнению с другими. То есть, рама у него цельная. Не такая, как у сборных напополам. Минусы. Ну, в первую очередь, все удивляются. Это маленькие колеса. Это 16-дюймовые колеса. Это, скажем так, вот вы видите, если вы видите вот эти плиточки, каждую считаешь эффективно. То есть, чувствуется по сравнению вот с вот этим, который вот вам может снимать мой оператор. Вот этот велосипед, конечно, любые бугорки, как говорится, пробегаются только так. Так, с этим, чтобы бугорки, чтобы подниматься на особо крутые обочины, уже тяжеловато, надо вставать, его переносить. Но если вы просто едете именно как городской велосипед, это шикарно. То есть, вот мы были... Сегодня у нас был тестовый вариант в парке. Ездить можно, но пятая точка болит. Ну, как, поскольку я не профессионал, она у меня болит все равно, уже не первый день. Потому что я только перестел на велосипед, но все равно. Крутить не тяжело. Особенно помогает все-таки трехскоростная вилка. На третьей скорости вообще, конечно, и тяжело, и крутится достаточно эффективно. Во всем, вторая хорошая. Первая, если под горку. Какие еще, можно сказать, плюсы? Ну, то, что он легкий достаточно, по сравнению, все-таки 12 с лишним килограмм. Вот эта вся его комплектация, которую вы видите. То есть, все вот эти подставки, подножки, скоростная вилка, все это идет в комплекте, это радует. Вот, поэтому, что я могу сказать? Хороший велосипед, на удивление. Еще, как говорится, его цена. Цена не очень. Скажем так, сейчас запись у нас ведется в августе. И на тот момент велосипед стоил 25 тысяч гривен. Это... Август 2015. Август 2015. Сколько это сейчас на текущем курсе? Это почти 1200 долларов или сколько? 1150 где-то. 1150. Все. Да, любим пройти. Вот. Я уже. Вот. То есть, как бы, за такие деньги можно купить какой-то супер-мега, не знаю, другой велосипед. Вот. Ну, как говорится, плюсы вы его видите. Замочком пощелкай. Да, замочком пощелкай. Вот. Вот такой... Про тормоза не сказал. Про тормоза не сказал. А, да. Тормоза тут, получается, передние и задние сделаны. Они вот... Я уже не помню, как это называется. Короче, такие... Ручной, передний, ручной, задний. Да, ручной, передний, ручной, задний. То есть, в некоторых просто... Например, если вы будете смотреть Big Fish Wave, он немного по-другому собирается. У него только на передней стоит ручной, а на задней вы назад просто сдавливаете. Вот. Педали назад. Да, педали назад просто прокручивать, и он будет тормозить. Вот. Как-то вот такой велосипед. Да, единственное, что, конечно, такая кабанюра, как я, на нем смотрится еще и весело. Вот. Ну, может, покажем. Да, может, покажем. Давайте как-нибудь покажем. Сейчас я попробую на него как-нибудь проехаться. Это будет веселая, конечно, затея. Я сейчас, наверное... Я хочу заметить. Центня. Вот на нем сейчас сидит Центня. Ну, как-то вот... Сейчас. Я туда и назад. Давай без рук. Без рук. Без рук. Без рук, ага. Я потом точно буду без рук. Вот как-то такой велосипед. Поэтому, да, у него есть плюсы и минусы, а уже выбирать вам. Ну, твоё впечатление. А? Твоё впечатление. Ну, скажем так. Денег, может, и многовато за него. Вот. Но я же думал, что это будет что-то худшее. Кстати, как это с техникой Apple бывает? Подойди поближе. Он дизайнд ин Европ. То есть, за дизайном в Европе, но сделан в Тайване. Поэтому пугаться не надо. Потому что мне даже звонили с магазина, говорили, вы не будете пугаться, если он из Тайвана. Ну, потому что все в основном рамы, они делаются или в Тайване, или в Китае. Хорошие в Тайване, плохие в Китае. Как я знаю. Возможно, я опять же ошибаюсь. Вот. Поэтому вот такой интересный велосипед. Он уже, так знаете, немного покатался, поездил. Достаточно удобно. Возможно, конечно, это не решает всех проблем развития Киева, как для велотранспорта, но удобство его заключается как раз еще в том, что я с ним захожу и в магазины. Мы, кстати, оператор может подтвердить, с ним уже были в магазинах, правильно? Были. Были в магазине, ничего нам из-за этого не делали, потому что он... Если к нему еще купить чехол, можно спокойно заварить чехол, это будет почти что большая сумка на колесиках, как у дамочек, которые любят путешествовать на самолетах. Вот. И, например, когда я приезжаю на работу, я просто его собираю, затаскиваю под стол, никому он не мешается и стоит под столом, и мне не надо думать, украдут мой велосипед или нет. Поэтому решать вам. Вот такой велосипед, называется Big Fish Line. На удивление продается в Украине, хоть они дешево. Поэтому... В Украине, на Украине. Поэтому, кому интересно, смотрите, пробуйте. Вот такой получается обзорный велосипед. Не профессиональный, но все же... Вот и все. Чмоки-чмоки? Чмоки-чмоки всем в этом чате.